Эмилия Мюллер Здравствуйте Прошу вас, садитесь Добрый день Садитесь Как вас зовут? Эмилия Мюллер Это ваше настоящее имя? Да Вы актриса? Однажды я сыграла маленькую роль в театре Но сказать, что я актриса, наверное, нельзя И все? Да В фильмах снимались? Никогда Пробы были? Нет, это первое Специальное образование? Курсы актерского мастерства? Мне очень жаль Нет Как вы узнали, что мы ищем актрису? Мне сказала об этом подруга Она хотела, чтобы я пошла с ней, настаивала, но сама не пришла А вы все-таки пришли? Да, из-за сценария Мужчина заперт в комнате И женщина вместо него скитается по свету Меня это так тронуло Вы могли бы показать, что у вас в сумке? В моей сумке? Да Я... Вам неприятно? Нет, нет Вы находите, что это не скромно? Нет Я должна все высыпать из сумки? Или как? Берите любой предмет и рассказывайте, почему он там и какие у вас ассоциации Подождите Вы готовы? Мотор? Начинать? Здесь нет ничего необычного Кошелек Подринец Утром я шла сюда через рынок Там много разных фруктов И яблоки были Огромные горы яблок Красных, зеленых Я подошла посмотреть А продавец взял и протянул его мне А это что? Это? Объявление Вы что-нибудь ищете? Сейчас нет Но иногда ищу работу Какую работу? Я все время меняю работу Домработница Няня Официантка Сотрудница архива Сейчас я работаю корректором в издательстве Работа мне нравится Но когда я читаю текст, я вижу одни недостатки Как много можно найти по объявлению И как это замечательно, когда думаешь Всего несколько слов в газете Могут изменить жизнь человека Люблю читать объявления о недвижимости Мечтаю иметь свой дом Нет, небольшой особняк Маленький деревянный домик В глубине леса Это должен быть дом Чтобы прийти туда, как только захочу Куда можно пригласить друзей Слушать музыку до глубокой ночи Когда я читаю объявления о продаже домов Я сразу представляю, какую бы я вела там жизнь Свой дом Это безусловно новая жизнь Новые цвета, новые запахи Дети, друзья, которые то приходят, то уходят Или это одиночество, пустота Никого, с кем можно поговорить Иногда хочется именно этого Вас это не страшит? Нет, абсолютно Мои родители очень рано оставляли меня одну дома Оставляли на целые дни У меня была какая-нибудь книжка Но воспоминаний, что мне было страшно, не осталось Кольцо Мне подарил его старый друг Кольцо принадлежало его матери Но она умерла Никогда не носила его Почему? Оно слишком тяжелое Билет на самолет Старый билет? Нет, новый Мне его прислал мой друг Парижница и обратно Не знаю, полечу или нет Почему же? Он рассказывал, что у него старая квартира С видом на море Совсем как в кино Если я повечу, то только чтобы посмотреть на могилу На что? На могилу Говорят, на окраине города Есть старое кладбище Там похоронен Матис Художник Матис Его могила пуста Но рядом всегда стоит букет красных цветов Кто-то, может, какая-то женщина Каждый день приносит новые Когда мой друг рассказывал Мне все захотелось увидеть самой И вот вчера я получила этот билет Но если я полечу То вряд ли вернусь Записная книжка для записей Каких записей? Историй Обрывков снов Фраз, которые я прочитала в книжках Я все время что-нибудь записываю Это бессмысленное занятие Почему бессмысленное? Потому что ничего не дает О том, что важно Помнишь без всяких записей Это еще и ваш дневник? Что? Да Я каждый день заставляю себя хоть чуть-чуть писать Это как вторая работа Пишу о том, что я вижу В общем, все подряд А не боитесь, что его прочтут? Очень боюсь Однажды я потеряла этот... Дневник? Да, дневник С тех пор мне снятся кошмары Что его нашли И стали выяснять со мной отношения Тут записаны страшные вещи О которых я никому не говорила А вы могли бы прочесть Отрывок наугад? Понедельник, 7 июля Я познала счастье Но это не принесло мне успокоения Красиво, не правда ли? Это ваши слова? Нет, это Жюль Венар Я вычитала это в его дневниках Ой, подождите Недавно я записала одну очень смешную фразу Я бы хотела найти ее Кофе хотите? Нет, спасибо Вы любите соблазнять? Если честно, кажется, нет Но ведь все любят соблазнять Меня скорее соблазняет Чужое желание Как это? Как только кто-нибудь проявляет ко мне нежность Я не могу устоять Я бы хотела поступить иначе Но это сильнее меня Наверное, мужчины пользуются этим Тогда я бросаю их Иногда это происходит неожиданно Например? Для этого достаточно одного жеста Они не обращают внимания А мне этого достаточно Чтобы я поняла Что нас Ничего не связывает И потом вы не встречаетесь Нет, я так не могу Я постоянно пытаюсь снова увидеть людей, которых любила Мне необходимо знать, что они делают Кем стали Даже если я не вижу их многие месяцы Один факт, что они здесь, недалеко Что они там, где им хорошо Что для встречи достаточно подать знак Вы не представляете, насколько это важно Если вычеркиваешь кого-то из своей жизни Оказывается, что вычеркиваешь часть своей жизни Сама жизнь способствует разлуке Ручка Подарок моего друга В день его рождения Его день рождения? Да Он больше любил дарить подарки А не получать их Почтовая открытка От одной подруги Я получила ее вчера Сейчас она живет в Бразилии В Сау-Полу Последние пять лет она была монахиней А сейчас написала мне, что все бросила И вышла замуж За священника Будь моя воля Я полетела бы к ней на первом же самолете Что там еще? Библиотечная карточка Карточка донора органов Не понял Когда я умру Мои органы достанутся науке Таблетки Я их почти никогда не принимаю Но они всегда со мной Это все из-за бессонницы Самое ужасное время С четырех до пяти утра Когда под рукой Нет ни интересной книжки Ни сухарей Сигареты Вы много курите? Я не курю Это для друзей У вас много друзей? Нет У одного моего друга Есть своя теория Он считает, что способность Иметь друзей ограничена Если у вас появится новый друг То вы потеряете Кого-то из старых Я с этим согласна В жизни можно иметь Двух Или трех друзей И еще Какие качества мужчины Вас больше всего трогают? Какие качества? Чтобы самого мужчину Можно было чем-либо тронуть И чтобы он умел восхищаться В жизни важно уметь восхищаться Но это касается не только мужчин А у вашего друга Есть такое качество? Кажется, есть И какие у него недостатки? Эмилия Мюллер Дубль два Нам придется повторить Потому что кончилась пленка Мы говорили о вашем друге Какие у него недостатки? Его недостатки? Я знаю только один его недостаток Но он ужасен Какой? Его любят все Но он не любит никого Продолжайте Пирочный нож Смотрите-ка, гармошка Никак не научусь на ней играть Дальше Заколка Старая записная книжка А у вас с собой есть какая-нибудь книга? Я всегда ношу с собой книгу Вы не покажете? О чем она? Это мемуары Я читаю только биографии Личные дневники Мне нужно быть уверенной Что то, о чем я читаю Было в действительности В противном случае Мне скучно Это книга американского писателя Он рассказывает Что его мать умерла Так и не прочитав Ни одной строчки из его книг И знаете почему? После выхода каждой книги Он говорил, что следующее Будет лучше И достойнее Внимания его матери Не правда ли это прекрасно? На самом деле я читаю очень мало книг целиком Я постоянно перепрыгиваю С одной книги на другую Почему? Почему? А вы уже встретили женщину своей мечты? Извините Ту женщину, которая с первого взгляда Затмела бы всех остальных Представьте, что вы ищете такую женщину Вы не знаете, какая она Вы уверены только в одном Когда вы впервые увидите ее У вас не останется сомнений Что это именно она Вот так и чтение Когда читаешь, ищешь что-то свое Единственное Но найти это никогда не удается А если вы найдете? Это перевернет всю мою жизнь Эмилия Мюллер, дубль три Кажется, все Нет, здесь есть еще маленький кармашек Это мой друг Он спит Это единственный момент, когда он позволяет себя сфотографировать А это моя мать В молодости Я случайно нашла эту фотографию Раньше я не видела ее Мне нравится взгляд моей матери Ее улыбка Первый раз вижу мать в объятиях другого мужчины, а не отца Похоже, они влюблены друг в друга Я рада, что до появления моего отца Мама была счастлива Родители для вас много значат? Они для меня все При одной мысли, что когда-нибудь они Меня начинают трясти Расскажите о своем детстве Я долгое время оставалась ребенком Почему? Не хотела взрослеть Мне было так хорошо Какой-то писатель говорил, что не помнит, как стоял на земле в детстве Он все время был на руках У меня было то же самое Родители всегда защищали меня от всех невзгод Где вы родились? В Венгрии Вы не могли бы сказать что-нибудь на венгельском? Прочись поэму Ну, вы вряд ли поймете Это не важно Скажите, кем вы хотели стать в детстве? Мы с братом хотели стать астронавтами Мы все время смотрели на небо Если бы нам предложили полететь к Венере, Марсу или Юпитеру Мы были бы самыми счастливыми людьми на свете Не получилось? Нет, и кто бы знал почему? Все, 10 минут уже прошли Вы свободны Уже? Да Благодарю вас Спасибо, до свидания До свидания На выходе сидит молодой человек Не забудьте оставить ему свой адрес Я позвоню вам через неделю Хорошо? Хорошо? Принеси мне воды, пожалуйста, а то у меня кончилось Осталось еще четыре девушки Позвать следующую? Нет, нет, подожди Мне нужно передохнуть Скажи им, это не займет много времени Пусть подождут Хорошо, я скажу Она забыла свою сумку, догони ее Это не ее сумка Ее, это она забыла Это не ее сумка, я уверен Она пришла без сумки А чья же тогда? Чья она? Алис? 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 Это твоя сумка? Да А что? Конечно, моя В роли Эмилии Мюллер Вероника Варга В фильме также снимались Оливье Рамон Мари Давид И Лиз Бераа Оператор Пьер Беф Сценарий Ивона Марсиано Фильм озвучен студией Фортуна Фильм